Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На поляне произошла безобразная драка между Юлией Ефременковой и Майей Донцовой. Девушек пришлось разнимать всем коллективом. Майя припомнила Юлии её прошлое и заявила, что когда-то девушка не просто фотографировалась голой, но и работала проституткой. Юлия взбесилась и вцепилась Донцовой в волосы. Захар Соленко в своем видеоблоге утверждает, что Майя зависима от алкоголя. Он замечал на островах, что Маша и Майя сильно пили. Ей достаточно выпить стакан и всё, держите даму четверо, говорит Соленко. В таком состоянии она ругалась со своим молодым человеком, посылала маму в дальнее пешее путешествие, залазила на пальмы. Тата и Валера Блеменгранс, у которых недавно родилась дочь, публикуют новые снимки. В сети ходят слухи, которые распускает Татьяна Африкантова, что ребята отказались от участия в конкурсе «Любовь года». Оля Рапунцель ответила тем, кто смеется над ними с Димой Дмитренко. «Вот вы ржёте над нами, лучше покажите себя, кем вы являетесь. Мы сами себя сделали, и свадьбу тоже, в отличие от многих. Я бренд, я многогранная, да и вообще я счастливая жена». В сети ходят слухи о расставании Саши Артёмовой и Жени Кузина. Сплетни спровоцировала сама Саша, она опубликовала недвусмысленный пост. «Странно, когда люди отказываются от тебя, ведь раньше были родные. И все мысли мне покоя не дают, вот как так бывает? Хочется эту боль в унитаз смыть или с окна выкинуть? Да невозможно». Поклонники Марины Мексики обсуждают ее внешность. Все тело девушки покрыто какими-то странными белыми пятнами. Марина пишет, что это результат неудачного загара. Сама она уже начала лечение чимеричной водой. Алена Водонаева намекнула на скорую свадьбу с питерским музыкантом Алексеем Косинусом, но она сказала, что до осени не будет отвечать на вопросы, связанные со свадьбой. Саша Гозиас рассказала о своей жизни после Дома 2. Она и сейчас очень популярна, у нее около миллиона подписчиков в Инстаграме. «Меня осаждают поклонники», рассказывает Гозиас. «Предлагают деньги, потом оскорбляют, получая отказ. Это цена популярности». За счет своего микроблога она в основном и зарабатывает. «Когда у меня захотели забрать мой Инстаграм, то я ушла с проекта», – говорит Саша. «Сейчас она запустила свой собственный видеоблог в Ютубе, хочет и на этом заработать». Дмитрий Тарасов опубликовал фото со своей девушкой Анастасией Костенко в кругу своих близких, мамы, сестры и ее семьи. Также ходят слухи о беременности Насти и об их скорой свадьбе. А Ольга Бузова опубликовала пост, который, как считают многие, адресован именно Тарасову. «Многие мужчины боятся женщин, до которых им нужно дорасти. Проще пользоваться теми, до которых можно опуститься». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.